Всем привет! Вы на канале Beauty Garden и с вами Мила Левит. И я хочу вам снять сейчас самое, наверное, за последнее время заправшее мое видео о моей поездке, моем отпуске в Россию, как мне там было, каковы мои впечатления. И вот сейчас я села и, наверное, сама мне хочется выговориться и рассказать вам все, что я думаю. Можно, конечно, смотреть с двух позиций. Можно смотреть объективно, чисто как турист. Приехать туда, в Россию, и вот увидеть все это гэй, извиняюсь за выражение, и сказать мне, что я здесь делаю. Потому что на самом деле не хочу, конечно, обобщать всю Россию. Я сейчас говорю в частности о городе Петрозаводске, с которого я родом. И, честно говоря, если вы не какой-то спортсмен-экстремал, то делать там особенно нечего. Вот есть, конечно, горные речки, чтобы кататься на байдарках, там, не знаю, зима, то лыжи или там велосипедный спорт. То такое, да, если вы ищете какой-то бюджетный вариант, то это все нормально. Но когда вы приезжаете именно с целью, знаете, расслабиться, как-то проветрить мозги, отдохнуть, то, наверное, это не то место, куда бы среднестатистический человек хотел бы ехать в отпуск. А если смотреть именно с субъективной точки зрения, то есть я буду сравнивать тот Петрозавод, с которым я его помню, когда я уезжала туда 15 лет назад. И вот мне было, да, интересно посмотреть на него, и я уже не так критично на него смотрела. То есть все-таки это моя родина, и как-никак это мой родной дом. И мне было интересно находиться там, мне было интересно, что я найду там, чем себя занять сегодняшнюю меня, которая, конечно же, не такая, которая была, когда я ехала. Если вы не смотрели мое видео «Исповедь репатриарта», то там я рассказывала, что я уже 15 лет не живу в России, я живу в Израиле. И последний раз, когда я была в России, это было 6 или 7 лет назад. То есть достаточно давно я уже успела забыть, как там и что там. Опираясь на русских израильтян, которых я вижу здесь, то это не те же самые люди. У них уже другие интересы, они уже впитали вот этот местный израильский колорит. Мне было интересно пообщаться именно с теми местными людьми, понять, какие у них интересы, что, вот чем они живут, как вот их жизнь, какие перспективы на будущее. Вот с ними мне было очень интересно пообщаться, и заодно понять вас, те, кто меня смотрит, понять, какие темы вам больше нравятся, о чем больше вам, наверное, хотелось бы, чтобы я снимала. Как самолет летает? Именно когда я снимаю, летает самолет. И в этом плане, да, я очень много подчеркнула с этой поездки. Я вот сравнила то, что есть у нас, и чего нету там, и наоборот, есть и такие вещи. И поэтому все-таки о России я буду говорить несколько субъективно, так как все-таки не хочется видеть только грязь и только отрицательные вещи. Поэтому будем говорить сегодня на позитиве, что все окей. На самом деле не все окей. Вот знаете, приезжаете, когда в Россию, вы понимаете, что вы приехали в Российскую Федерацию, это бывший коммунизм, бывший Советский Союз. Полное ощущение, что вы в совке, вы просто в огромном, большом совке, и ничего, честно говоря, с тех пор, как я уехала, не изменилось. Хотя вот виден рост на лицо, я вижу, что есть новые красивые микрорайоны, строятся большие центры, гипермаркеты. Вообще пытаются как-то развивать город Петрозаводск. Но общая картинка все-таки, даже если чуть-чуть отъехать от центра города, то вы увидите уже весь этот развал. И люди, которые живут в этих страшнючих хрущевках или 16-этажках, в которых есть там миллион, наверное, бактерий, как было тогда, оно еще хуже стало, потому что, в принципе, да, развивают какие-то новые вещи, есть строительство, но вот то, что уже существует, учреждения, улицы, оно не поддерживается в должном порядке, оно все потихоньку отмирает, хереет. Немножко угрюмое такое впечатление, поэтому создается, к сожалению. Все эти памятники, вот я понимаю, высокое искусство, когда ставят памятник Пушкину, там, Горькому, композиторам, и это принято также не только в России, у нас, наверное, тоже где-то такие памятники найдутся, но в Европе, в Америке тоже. Но вот именно, чтобы ставить памятники политикам, там, Ленину, я знаю, Кирову, вот таким людям, думаю, то это вот чисто совок, вот это чисто по-русски, и это, мне кажется, совершенно уже не актуально, со мной соглашаются и местные жители, что это уже прошлый век, это уже совершенно ни к чему, и все бы хотели бы от этого избавиться, потому что, опять же, ну вот зачем? Вообще, одной также из целей было увидеть моих родственников. К сожалению, мой дедушка и моя тетя сейчас находятся в больнице, и я смогла убедиться, то, какое медицинское обеспечение дается местным жителям, то это, конечно, вызывает ужас, катастрофа, и только самые страшные ругательства, потому что по мне так вообще их там не лечат, вот они находятся в больнице, может быть, раз в день придут и сделают какие-то процедуры, но вообще непонятно, в чем именно заключается лечение, то есть в Израиле вообще все по-другому, с большим уважением относятся к любой человеческой жизни, в любом ее возрасте, и такие вот совсем базисные вещи, как сдать анализ крови, то вообще нет никакой проблемы, в любом количестве, хоть каждый день, иди сдавай, а в России это все как-то сложнее, все это тоже упирается в деньги, поэтому люди не стремятся идти к врачам, а потом, видимо, общий уровень знаний тех же врачей тоже оставляет желать лучшего, потому что многих вот направляют не на лечение, а вот просто на операцию, ну так проще, вот зачем лечить, зачем вот углубляться, вот какие-то вот эти детали совершенно не нужно, вот просто пойти отрезать органы, забыть о нем. Если вам там за 40, то к вам уже такое, знаете, отношение, ну вот что вы хотели, вы же уже не молодой, а если вам после 60 или 70, то вас, наверное, вообще на порог не пустят, врачу скажут, ну вот вам уже все, пора уже, и честь знать, типа, зачем лечиться в 70 лет, кому это надо, зачем, ну вот на самом деле только на вас лекарства переводить. Что я хочу сказать о хорошем, вода там хорошая, у меня волосы прямо расцвели, блеск появился, и какие-то они были объемные, а здесь в Израиле вода очень тяжелая, они у меня всегда висят как сосули, ну ладно, это не по теме. У нас вот есть большое водоем, это Онежское озеро, и, конечно же, и питьевая вода вся идет из него, и известно, даже уже известно, что на дне Онежского озера лежит большой пласт какой-то там урановой руды, видимо, вот эта урановая руда как-то влияет на жителей этого города, потому что от очень многих я слышу, что просто повальное заболевание у всех, раковыми болезнями, и очень удручающее, конечно, положение, в связи еще и с тем, что никого не лечат, или говорят, пытаются лечить, но это похоже, что ни к чему не приводит, поэтому вот немножко грустно и обидно, и за жителей, и вообще, наверное, за страну в этом плане. И жить, конечно, там непросто, не только вот по медицинским показаниям. Вы, может быть, с чем-то не согласитесь, но я хочу вам дать скидку на то, что все-таки вы находитесь в той среде и в той ситуации, и, возможно, со стороны вам сложнее увидеть то, что вижу я, а мне есть с чем сравнить. Вот, наверное, поэтому вы меня смотрите сейчас, потому что я вам хочу рассказать, как оно, как мне кажется, должно быть. Заходите в магазины. Вообще, Петрозаводский, это не Петрозаводский, а Петромагазинск. Там столько магазинов, наверное, в Тель-Авиве нет столько магазинов. Для чего? Для кого? Нет людей, кто это все будет покупать. Вообще нонсенс какой-то. Причем они открываются, закрываются, открываются на их местах новые. Для чего? Я вот это не совсем могу понять. Причем качество товара достаточно низкое. Вот просто большинство одежды и обуви, это какой-то трепьек. Ну, вот так, навскидку, то, что вспомню, там, Модис, ой, Отжи, ой, да там много всяких вот этих магазинчиков. Такие неопрятные, такие как-то вот, ну, мне неприятно было. И среднего качества, нормального, скажем, качества, по нормальной разумной цене практически не было. Вот то, что нам в Израиле кажется нормальной одеждой, вот то, что у нас продают в торговых центрах на уровне Zara, H&M, Mango. Вот был только магазин Denmex, который мне очень понравился. Я уже с ним знакома, к сожалению, у нас в Израиле этого магазина нет. Я купила себе там два свитера, стоили они чуть больше, чем 4 тысячи. Кому я только не говорила, что я там купила, все говорят, да ты что, там же так дорого, да зачем ты вообще туда ходила, да есть гораздо дешевле. Ну да, есть гораздо дешевле, но там, блин, такое ГЭ, зачем мне оно нужно? Я привыкла к определенному качеству вещей, то есть, вот уровня, скажем, Max. Но почему-то только один такой был магазин, был еще магазин Collins, но он больше молодежной одежды, и мне тоже как-то по стилистике не подходил. Конкретно, да, опять же, Петрозаводский. То есть, есть или совсем ширпотреб, который у нас продается на улицах, для этого не нужно открывать торговый центр, в котором аренда очень большая, или есть, наоборот, магазины, в которых одежда такого уровня, как Kenzo и разные французские, итальянские марки. Средняя зарплата по Карелии, это 30 тысяч рублей, но у кого я не спрашивала, все зарабатывают гораздо-гораздо меньше, то есть, в пределах 20 тысяч. Я не знаю, как там люди живут на эту зарплату. Скажем, та же косметика, если бы я купила все то, что мне нужно в моем ежедневном обиходе, наверное, у меня бы вышла бы как раз сумма месячной зарплаты. То как там люди становятся бьюти-блогерами, как они, в принципе, живут, у меня вот это абсолютнейшая загадка. Возможно, они получают зарплату в конвертике по-черному, или как, может быть, что-то не говорят, не декларируют. То есть, вот мое впечатление, что там есть, или вот совсем нищие люди, да, возможно, сейчас вы мне закидаете помидоры, но, опять же, я вам говорю это в сравнении с нашими израильскими реалиями. Тут в России живут или нищие, или богатые. Причем настолько богатые, но я не говорю об олигархах, а вот на нашем бытовом уровне богатые, вот даже богаче, чем, скажем, вот мы с мужем зарабатываем, и могут себе позволить, конечно, практически все, и машину себе купить, и съездить за границу на какие-нибудь Мальдиви, и там, конечно, все прекрасно, но вот среднестатистически большинство себе такого, конечно же, позволить не может. Поехать в отпуск, это все очень сложно. Не то чтобы за границу, даже в ближайшие Санкт-Петербург и Финляндию тоже 2,5 тысячи на дорогу потратить не каждый сможет. А здесь в Израиле средняя заработная плата, переводя на рубли, это где-то 130 тысяч рублей, то есть, ну, вот разницу вы видите ощутимую. Вот поэтому я вам говорю, что как-то вот не хватает этой средней прослойки в России, ну, вот что поделать. А те, которые зарабатывают хорошо, я тоже так поняла по отзывам, то все это зарабатывается не своим трудом и знаниями, это все какие-то там хищрения, уловки, хитростей. Тут приворовывать, тут получить взятку. Значит, да, вот насчет вот этого вот воровства, да, коррупции, то удручающая обстановка, конечно, то, что если у тебя есть свое любимое дело, свое занятие, но ты не заработаешь на этом деньги, а вот если ты умеешь приворовать, подворовать, где-то там какие-то свои связи включить в бизнес, тогда это все пойдет хорошо, будете жить припеваючи, как в масле. Но вот надо вот иметь такой склад характера, вот не быть прямым, не быть честным и совесть где-то ставить в стороне. И, к сожалению, таких людей очень-очень много. Я не говорю, ладно, если бы это было на бытовом частном уровне, но, к сожалению, это все на уровне власти, на самом высшем уровне, то есть это все в рамках закона, и все это нормально. Я очень много слышала историй, я уверена, что вы тоже эти истории все знаете, даже больше и лучше, чем я. Поэтому не буду вдаваться в детали и подробности. Если кто-то захочет услышать что-то, я, может быть, кому-то что-то расскажу, если вы мне не верите. По сравнению с Израилем, люди гораздо более вежливые. Вообще, в принципе, люди, у которых практически ничего нету, им нечего дать, кроме самого себя, то они очень дружелюбные, очень миролюбивые, очень с большим, широким, открытым сердцем. А люди, которые зажиточные, так сказать, хорошо живут, то наоборот, они чаще всего более приземистые, более скупые и сложнее с ними найти общий язык. Видимо, поэтому в России мне было так легко и приятно, вот вообще в плане общения, или мне так повезло в этот раз, я не сталкивалась ни с какими агрессивно настроенными лицами, ни с каким хамством. Люди очень приятные, очень вежливые, улыбчивые, и мне понравилась вообще большая часть меня. Конечно же, русская. Русский — это мой родной язык. Взгляд на жизнь, мировоззрение мне, конечно, ближе к русским. Израильтяне, наверное, останутся всё-таки для меня немножко чужими людьми, и найти общий язык и по-настоящему с кем-то подружиться мне здесь, в Израиле, сложно. Природа там классная, мне понравилось. Можно пойти поесть чернику, ягоды, собрать грибы, пожарить. Можно, правда, вода холодная, но, опять же, можно купаться, можно гулять по лесу. В Израиле вот так вот прямо природы как таковой нет. Вот есть пустыни, есть песок, есть горы, но нет вот этих лесов нескончаемых. Это, конечно, только в России есть такое. А вот так, в принципе, ходить, гулять по городу, я ещё думала, что у меня будет ностальгия, что вот я там вот это, вот по этой дороге я каждый день ходила в школу. Но нет, вот находясь в том месте, ничего у меня в сердце не щемило, как бы я там находилась и находилась. То есть вот само место уже меня так не притягивает, как люди, которые в нём находятся. Немножко удручающее всё-таки впечатление, если жить там постоянно, то город хоть территориально достаточно большой, но он достаточно изолированный. То есть если вы хотите куда-то выехать, поехать, это всё стоит немалых денег. А внутри самого города, наверное, уже людям приелись какие-то места одни и те же. Возраив, хоть территориально маленький, но тем не менее вы можете поехать и на юг, и на Мёртвое море, и на север, и на Голландские высоты, и в Иерусалим, и в Талевив на море, и всё в пределах досягаемости, в пределах получаса, часа езды от вас. Я могу себе устроить отпуск буквально каждую неделю на выходные и как-то развеяться. А тут в Петрозаводске, получается, люди живут, 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 целый год ждут вот этого отпуска, и зачастую не все могут возможность куда-то действительно поехать, а берут отпуск, но сидят при этом дома. Погода тоже очень удручающая, потому что, ну, вообще все говорят, что давно не помнят, чтобы лето было таким холодным. На самом деле, вот если взять вместе вот все эти две недели, то солнце выходило в совокупности, наверное, всего на полдня. То есть большую часть времени было холодно, было пасмурно, шёл дождь. Очень угрюмо и депрессивно немножко. Мне кажется, если там постоянно жить, то, ну, вот совсем, мне кажется, тяжело. Ну, наверное, всё. Я не знаю, всё ли сейчас, всё, что пришло мне на ум, то я высказала. Какие-то мысли также я выражала в своих влогах, я вообще очень много снимала. В принципе, мне там понравилось в ближайший раз. Я не знаю даже, когда туда поеду. После такого холода я уже неделю первую, наверное, буду отогреваться. Здесь, как только я приехала, почти что плюс 40, и влажно, поэтому, с одной стороны, легче воспринимается жара, но всё равно, жара есть жара. В целом, в Израиле мне и по климату, и по качеству жизни, и по всему мне здесь, вот здесь моё место. Вот. Ну, каждый, конечно, для себя сам решает, где его место, и где у него больше перспектив, и где ему больше, где его душа отдыхает. На этом пока что, наверное, всё. И спасибо большое за просмотр, и, пожалуйста, добро пожаловать на мой канал. Всем спасибо, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!